На что только не идет Николай Саркази ради победы на президентских выборах. Недавно он, например, проехался на поезде от Парижа до Лиля. Посмотреть на это стеклись сотни журналистов и просто любопытных людей, потому что Саркази на борту поезда — это большая редкость. Увидев, какой ажиотаж вызвало его решение, президент Франции на глазах у изумленной публики забрался в вагон второго класса. Он с удовольствием позировал перед камерами, улыбался и даже показал жестом, что ему в поезде очень нравится. Но как только операторы и фотографы прекратили снимать, Саркази встал и спокойно прошел в вагон первого класса, где ему, очевидно, комфортнее. В любом случае, появление французского президента на борту поезда само по себе было сенсацией. Позже он объяснил журналистам, почему предпочитают другие виды транспорта. Оказывается, все объясняется простой экономией. По правилам, если лидер страны куда-то едет по железной дороге, то у каждого моста на его пути должны выставлять охрану хотя бы из одного жандарма. Последний раз Саркази ездил на поезде несколько лет назад, когда еще был министром внутренних дел. И тогда охрана тоже была беспрецедентной. Поезд проверили на взрывчатку с помощью собак. В каждом вагоне находилась охрана, и все в таком духе. Саркази считает, что на такие меры не стоит тратить лишние деньги, тем более во время кризиса. Лучше пусть он и дальше летает самолетом. Хотя это, по подсчетам журналистов, тоже недешево. За свой президентский срок Николай Саркази совершил 250 полетов по Франции, и каждый обошелся в среднем в 100 тысяч евро. С другой стороны, перелеты гораздо быстрее, и они помогают экономить время, что для президента республики вероятно важнее.